Целый ряд важных решений принят на очередном заседании городской думы. Оно состоялось 30 марта. Депутаты утвердили отчет о своей деятельности за прошлый год, внесли поправки в устав и утвердили новое положение по оплате социального, коммерческого и служебного найма жилья. О наиболее важных решениях в сюжете Марины Мехедовой. На очередном заседании серьезной корректировки подвергся основной документ города – устав. В общей сложности депутаты проголосовали за внесение в него 11 поправок. Изменения коснулись статьи о полномочиях местных властей по организации отдыха детей, обеспечения их безопасности, о порядке назначения главы города, председателя и заместителя городской думы. Появилась в уставе и новая статья. Новая статья устава будет содержать такие полномочия администрации города, как разработка и реализация программ в области профилактики терроризма, формирование у граждан неприятия к идеологии терроризма, обеспечение требований к террористической защищенности объектов и некоторые другие полномочия. Первый квартал – традиционное подведение итогов. Заместитель председателя представил отчет о работе думы в 2016 году. За это время проведено 13 заседаний, принято 103 решения по самым разным направлениям социально-экономической жизни города. Прозвучала подробная информация о нормотворческой деятельности, бюджетной политике, работе думских комитетов и комиссий, участие в выборах и работе с избирателями. В 2016 году была продолжена работа по наказам избирателей. В январе был подготовлен и принят план мероприятий по выполнению наказов избирателей. Большинство наказов относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, в связи с чем их выполнение было запланировано на летний период. Задача, стоявшая на лето 2016 года, – это точечное отстранение замечаний горожан по 10 адресам. По наказам избирателей сделано многое. Во дворах проложены тротуары, ливневая система стоков, поставлены новые детские игровые комплексы. Работа продолжится и в текущем году. Кстати, ознакомиться с итогами работы городской думы можно на официальном сайте города. Отчет появится после официального опубликования решений в печати. Следующим голосованием утвердили положение, регулирующее расчет оплаты за пользование муниципальным жильем по договорам социального, служебного и коммерческого найма. В мае наниматели получат расчетки с новыми суммами. По всем видам найма у нас теперь будет подход единый. Единая формула. Единственный момент – это будут коэффициенты, которые будут учитывать тип жилья, в каком районе, микрорайоне города расположено жилье. Следовательно, и плата за квартиру в капиталке будет выше, чем за комнату в деревянном общежитии. К тому же для удобства нанимателей предусмотрен постепенный переход на новую систему оплаты найма. В завершении встречи депутаты утвердили некоторые вопросы следующей повестки. Заседание запланировано на 27 апреля. И уже известно, что среди тем обсуждения будут отчеты о деятельности контрольно-счетной палаты за 2016 год и вопрос о ходе подготовки к организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Марина Мехедова, Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов, телерадиокомпания Муравленко ТВ.